Одинокий питбуль прячется в тени своей клетки, не подозревая, что один единственный посетитель может навсегда изменить его мир. Когда мужчина приближается, между ними возникает связь. Связь настолько глубокая, что она выходит за рамки времени и обстоятельств. Но то, что произойдет дальше, лишит вас дара речи. Останьтесь здесь, чтобы стать свидетелями момента, который довел до слез весь приют. Джош был убежден, что его действия были правильными. Его жилище казалось пустым, лишенным Макса. И хотя он каждый день тосковал по своему преданному питбуллю, он обнаружил, что его тянет к другому питбуллю, заслуживающему заботливого дома. Никто не мог сравниться с Максом, но он отчаянно пытался избавиться от чувства мрачности и одиночества. Кроме того, мысль о том, что множество собак с нетерпением ждут своих новых семей в приютах для животных, всегда разбивала его сердце. Он лелеял надежду, что недавно усыновленный друг-пес сможет помочь ему избавиться от реальности, в которой он никогда по-настоящему не понимал судьбу Макса. Добравшись до приюта для животных, Джош обошел все вольеры, его внимание было приковано к собакам. Большинство из них, завидев его, с готовностью бросились к нему, как будто хотели произвести неизгладимое впечатление. Мужчина страстно желал, чтобы он мог пригласить всех домашних животных в свое жилище. Внезапно он оказался перед клеткой, которую сначала счел пустой, но внимательно осмотрев, заметил собаку, свернувшуюся калачиком в углу. Команда приюта уточнила, что именно эта собака столкнулась с трудностями при адаптации к новому окружению. Джош был поражен тем, насколько схожей казалась окраска Питбуля с окрасом Макса. Внезапно пёс почувствовал чье-то присутствие рядом с собой и поднялся, чтобы встретиться взглядом с Джошем. Как только их взгляды встретились, Питбуль начал всхлипывать. Когда Питбуль протянул лапу к Джошу, стало совершенно ясно, что забитый пёс узнал Джоша. Мужчина остолбенел. Джош всегда питал слабость к собакам. Он всю жизнь рос вместе с ними, и у него были особые отношения с Максом, его верным Питбулям. Макс был первым псом, которого Джош взял в свою семью, и всегда был надежным источником привязанности и утешения. Они делили друг с другом каждую минуту, и это был редкий случай застать их порознь. Однако в прошлом году пришло печальное известие о внезапном исчезновении Макса. Только что Макс резвился на заднем дворе, а в следующий момент он исчез. Джош сделал всё возможное в своих поисках. Он распространял листовки, поддерживал связь с приютами для животных и активно пользовался социальными сетями. Тем не менее, местонахождение Макса оставалось загадкой. Усугубляло ситуацию осознание того, что вина лежит на Джоши, что привело к самобичеванию после этого печального события. На заднем дворе Джоши в дальнем конце был ненадежный забор. Его намерения починить забор оставались невыполненными в течение нескольких месяцев, но, учитывая примерное поведение Макса и отсутствие стремления к побегу даже в щенячьи годы, починка забора отошла на второй план в списке задач Джоша. Из-за растущего потока профессиональных обязанностей, о которых он вскоре забыл, он позволял Максу свободно резвиться во дворе, не обращая внимания ни на какие проблемы. Жизнерадостный Питбуль немного порезвится, а затем, как правило, устраивается на отдых в выбранном месте. Мысль о том, что Макс может однажды сбежать, никогда не приходила Джошу в голову, пока однажды пес не врезался в забор во время их игры, заставив его вздрогнуть. Затем он вытянул морду и увидел улицу, на которой они жили, и другого Питбуля, которого вели по другой стороне. Заинтригованный пес перелез через забор, предприняв то, что он воспринял как увлекательную экспедицию. Макс некоторое время следовал за другим Питбуллем, но после того, как хозяин другой собаки пренебрежительно махнул ему рукой, он отправился исследовать окрестности. Однако вскоре ему стало скучно. На улицах было тихо, поблизости не было видно товарищей по играм, и Макс забрел гораздо дальше, чем предполагал, из-за чего не смог найти дорогу назад. В результате, той ночью несчастный пес оказался в переулке, напуганный и дезориентированный, не обращая внимания на отчаянные попытки Джоша найти его. Обнаружение отсутствия Макса заняло у Джоша значительное время. Он привык к тому, что Макс часто подолгу оставался на улице, и предположил, что пес, скорее всего, дремлет, когда у них заканчивается время для игр. Однако, когда он в конце концов решил отвезти Макса обратно в дом, отсутствие реакции немедленно вызвало у него панику. Затем он провел бесчетное количество часов, блуждая по улицам и зовя Макса, но безрезультатно. Было очевидно, что Макс сбежал через забор, и Джош был зол на себя за то, что не смог этого предотвратить. Он понятия не имел, что могло побудить Макса прибегнуть к таким действиям. Но он посетовал на свою небрежность, когда не починил забор. Он потерял своего самого верного товарища. Джош был непреклонен в своем стремлении найти Макса. Листовки с подробными данными о Максе были расклеены по всему району, и они постоянно связывались с местными приютами. Всякий раз, когда он не был занят на работе, он предпринимал еще одну попытку найти своего верного друга. Однако его усилия не были вознаграждены, так как Макс по-прежнему числился пропавшим без вести. Со временем листовки обветшали и рассыпались, а сотрудники приюта, которые теперь были знакомы с Максом, каждый раз, когда он обращался к ним, повторяли один и тот же ответ, что не было найдено ни одного описания собаки, подходящей под описание Макса. Постепенно он перестал звонить по телефону, а его поездки на поиски сократились до минимума. Местонахождение Макса теперь оставалось неопределенным. С момента его исчезновения прошло несколько месяцев, и Джошу пришлось нести с собой чувство вины. Отсутствие Макса оставило огромный пробел в жизни Джоша. Не проходило и дня, чтобы он не вспоминал о своем друге, не беспокоился о его безопасности, комфорте и о том, достаточно ли у него еды. Мысль о том, что он навсегда останется в неведении о том, что произошло, тяжело давила на него. Как ни печально, но Максу приходилось влачить нелегкое существование на тротуарах, а прежде чистоплотный и энергичный питбуль вынужден был добывать объедки, пробираться через опасные зоны и справляться с суровой погодой. Это резко контрастировало с веселой жизнью, которую он вел с Джошем. Несмотря на трудности, любящий пес никогда не терял веры. Он исследовал город, пытаясь проследить путь домой, но неизменно оказывался в еще большем затруднении. Макс прекрасно жил с Джошем. Джош почти не отходил от него ни на шаг. Они вдвоем использовали любую возможность побыть вместе. Несчастный пес теперь проводил свои дни в одиночестве и тревоге. Он столкнулся с несколькими другими бродячими собаками, которые боролись за жизнь, но у него не хватило духу сразиться с ними за пропитание или сухое место для ночлега. Из-за этого он часто чувствовал себя голодным и дремал на холодном открытом воздухе или во время ливня. Каждый вечер он вздрагивал от страха при звуках, издаваемых другими собаками, и при шуме уличного движения поблизости. На рассвете он бродил по городу, выискивая хоть какой-нибудь кусочек еды, пытаясь понять, есть ли что-нибудь знакомое, на тот случай, если ему удастся вернуться к своему дорогому товарищу. Однажды, после почти целого года тяжелой жизни, Макс был, наконец, задержан службой по контролю за животными и помещен в приют. Он отказался от попыток вернуться домой и в конце концов нашел тихое местечко, которое стало его территорией. Однако доброжелательный пожилой мужчина заметил, что несчастный пес все чаще слоняется поблизости и начал оставлять ему небольшие порции еды, прежде чем понял, что лучшее, что он может сделать, это позвонить в приют. Несчастный Питбуль был тощим, его шерсть была спутана, а глаза, когда-то лучившиеся счастьем, теперь отражали все перенесенные им невзгоды. Он был бледной тенью того пса, которым был, пока находился на попечении Джоша. Персонал приюта заботился о нем, предлагая комфорт, питание и медицинскую помощь. Он постепенно начал восстанавливать силы. Хотя сейчас он действительно был в большей безопасности и под хорошим присмотром, чем когда был на улице, в Максе все еще чувствовалась определенная меланхолия, тоска по человеку, с которым он расстался. Сотрудники приюта привыкли принимать у себя собак, которым требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к вольеру после того, как они побродили на свободе. Но все отмечали, каким подавленным выглядел несчастный Питбуль. Спустя несколько недель почти все собаки в Центре спасения начали доверять опекунам, проявляя неподдельную радость от присутствия людей. Они с энтузиазмом виляли хвостами и лаяли, когда их навещали потенциальные усыновители, и их действия отражали их глубокую тоску по вечному дому. Но Макс был другим. Всякий раз, когда кто-то проходил мимо его клетки, он предпочитал оставаться незамеченным в углу, не проявляя никаких признаков радости или энтузиазма. Его странное поведение отпугивало потенциальных усыновителей, заставляя работников Центра спасения опасаться, что удрученный Питбуль может никогда не обрести любящий дом. Они часто ломали голову над тем, что могло вызвать в нем такую меланхолию. Спокойное поведение пса с персоналом намекало на то, что у него был предыдущий хозяин. Но что могло привести к тому, что его бросили? Вскоре Макс завоевал сердца работников приюта. В отличие от других шумных и гиперактивных собак, Макс, казалось, ценил тихие моменты ласки, и все с радостью потакали ему. По мере того, как их привязанность к Питбулю росла, они лелеяли надежду, что кто-нибудь увидит его скрытный характер и оценит, каким любящим псом он был на самом деле. С другой стороны, отсутствие Макса причиняло Джошу много горя в течение года, и он постепенно смирился с тем, что, возможно, никогда больше не увидит своего друга-пса. Память о его верном товарище была неизгладимой, но он решил открыть свое сердце еще одной нуждающейся собаке. Он почувствовал, что готов предоставить любящий дом еще одной собаке, намереваясь почтить память Макса, вызволив еще одну собаку из приюта. В светлую субботу, с сердцем полным предвкушения и дурных предчувствий, он отправился в местный центр спасения животных. Он не был уверен, правильно ли поступает. Он знал, что другой пес не заменит Макса, но ему нужен был компаньон. Тишина в доме была слишком суровой, и он скучал по спокойным прогулкам и играм на заднем дворе. Он позаботился о том, чтобы забор был надежно закреплен, прежде чем решил завести другую собаку, чтобы не подвергать себя и новую собаку такому же болезненному переживанию. Войдя в спасательный центр, он был охвачен различными противоречивыми эмоциями. Он сообщил сотрудникам, что готов взять домой любую собаку, уверенный, что узнает подходящую, когда увидит ее. Они позволили ему пройтись по рядам питомников, что дало ему возможность познакомиться с каждой собакой, и помогло сделать правильный выбор. Джош оказался более пугающим, чем ожидал. Энтузиазм, с которым каждая собака относилась к его присутствию, вызывал у него некоторое беспокойство, когда он думал об их коллективном стремлении к новому дому. Осматриваясь, он остановился у одного вольера, стоявшего в стороне от остальных. В углу спокойно лежала собака, не виляя хвостом от возбуждения и не подпрыгивая, а зловеще повернувшись спиной ко всем присутствующим. Джошу его поведение странным образом напомнило поведение Макса. Когда Джош приблизился к клетке, его сердцебиение участилось, а дыхание перехватило. Пес поднял голову, встретившись с ним взглядом. Возможно ли это? Теперь его звали Спот, и взгляд пса был прикован к человеку, стоявшему перед ним. Спот нерешительно замахал хвостом, затем ускорил движение. В его глазах появился намек на узнавание, и он тихо с надеждой всхлипнул. Джош был тронут до слез, упал на колени и прошептал. «Макс, это правда ты, приятель?» Услышав свое прежнее имя, Спот захныкал громче, и Джошу стало все труднее глотать. Питбуль поднялся на дрожащих ногах и подошел к прутьям клетки. В тот момент, когда рука Джоша коснулась его шерсти, Макс, или Спот, начал скулить, и звук чистого восторга и горя эхом разнесся по всему приюту. Из глаз Джоша хлынули слезы, эмоции переполняли его. С большой фамильярностью Макс поднял лапу и вложил ее в руку Джоша. «Это ты, Макс. Я не могу в это поверить. Ты здесь!» Радостно воскликнул Джош. Понимая, что происходит, сотрудники приюта быстро открыли клетку, и Макс выпрыгнул из нее прямо в объятия Джоша. Макс с энтузиазмом облизывал мордочку и агрессивно вилял хвостом, отчего все его тело дрожало от радости. Их радостное воссоединение довело до слез даже сотрудников приюта. Услышав о том, как далеко зашел Джош в поисках своего пропавшего товарища, все были глубоко тронуты неожиданным и полезным воссоединением пары. Макс тоже надеялся на такой момент, но сотрудники, к сожалению, упустили этот факт из виду. Однако неожиданное воссоединение пробудило в Джоше новые чувства. Он был ошеломлен и взволнован воссоединением с Максом, но в то же время испытывал чувство вины. Он пришел в приют с намерением дать новую жизнь другой собаке. И теперь, снова держа Макса на руках, он был тронут желанием выполнить это обязательство. Узнав о том, в каком плачевном состоянии Макс прибыл в приют, Джош стал еще более решительным в том, чтобы дать шанс на новую жизнь другой собаке. Осознавая параллельную борьбу между многими из этих собак, Макс тронул сердце Джоша, отчего его глаза наполнились слезами. Расспросив персонал приюта о каких-либо дополнительных питбулях, он получил указания на поразительного самца с мягкими манерами, терпеливо ожидавшего своего постоянного дома. По прибытии в приемную семью питбулей, Джош и Макс сразу почувствовали родственную связь. Питбуль без особых усилий принял привязанность Джоша, а когда его познакомили с Максом, между ними возникла игривость. После того, как они поиграли, Макс присоединился к Джошу, глядя на него так, что это выглядело как знак одобрения. Джош, не мешкая, решил приютить и другого питбуля. Усыновленного пса назвали Бруно. Бруно без труда освоился в новой обстановке. Прошло совсем немного времени, прежде чем Макс и Бруно стали неразлучными приятелями, с удовольствием проводившими вечер в обнимку с Джошем на диване. Вид Макса и Бруно, резвящихся на заднем дворе и проявляющих признаки того, что они постепенно забывают о своей уличной жизни, наполнил Джоша небывалым счастьем. Его охватило всепоглощающее чувство удовлетворения от осознания того, что он оказал значительное влияние на их жизнь. Тем не менее, он хотел, чтобы у большего числа собак были такие же возможности для новых начинаний. В его голове начали зарождаться мысли о том, чтобы путешествие Макса и Бруно принесло пользу. Вернувшись домой, Макс привык к своей прежней жизни, словно и не покидал ее. Но теперь на нем лежала дополнительная ответственность. Он помогал Бруно понять, какой сложной может быть жизнь. Тем временем Джош размышлял о том, как помочь другим обездоленным собакам. Каждый из них пристально смотрел на Макса, и Бруно почувствовал в себе непреодолимое желание что-то изменить. В конце концов, однажды в его голове возник отличный план. Он не был уверен в том, что этот план сработает, но все равно решил рискнуть. Джош инициировал компанию в социальных сетях, пропагандирующую их опыт и поощряющую усыновление собак из приюта вместо покупки у частных продавцов. К его удивлению, компания Джоша быстро набрала популярность. Их история быстро привлекла внимание всего мира. Даже другие известные приюты для животных и местные благотворительные организации начали поддерживать и помогать его компании. Его посты не ограничивались новостями о Максе и Бруно. В них были представлены истории успеха в усыновлении собак, острая необходимость в опеке собак и общие новости компании. Завершение этого начинания оказалось одним из самых приятных событий в его жизни, и все это благодаря двум его собакам. Люди были тронуты историей о неразрывной связи Джоша и Макса и их эмоциональном воссоединении. Рассказ о том, как Бруно стал частью их семьи, подчеркнул важность усыновления. Люди часто отмечали сильную связь между двумя собаками. Эта инициатива была успешной в плане повышения осведомленности о многочисленных домашних животных, нуждающихся в заботливом приюте, и о том, какую радость они могут принести в жизнь тех, кто хочет дать им возможность начать все сначала. Это было именно то, что Джош себе представлял. Джош и Макс снова стали неразрывной парой. Их связь, несомненно, стала еще более крепкой, но теперь в их семье появился Бруно. Было очевидно, что любящий Питбуль был бесконечно благодарен своей приемной семье. Поначалу мужчина не был уверен, что обращение в приют для животных было правильным решением. Однако ему хотелось бы верить, что судьба подтолкнула его к этому пути, который воссоединил его со старым другом и привел к нему нового. Он осознавал, как ему повезло, что Макс снова появился в его жизни. Его приверженность делу обеспечения того, чтобы обе собаки прожили свою самую счастливую жизнь, и стремление предоставить другим собакам такую же возможность обрести свой вечный дом были очевидны. Теперь, когда вы прочитали их историю, что вы думаете о ней? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы взять питомца из приюта для животных? Что вы думаете о душевном воссоединении Макса и Джоша? Нам не терпится узнать ваши мысли, и мы рекомендуем вам поделиться ими в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!